Совершенно секретно. Отряд номер 731. Отряд номер 731. Это специальный отряд японских вооруженных сил. Занимался исследованием в области биологического оружия. Опыты производились на живых людях, военнопленных. В этом отряде также проводились бесчеловечные опыты с целью установления количества времени, который человек может прожить под воздействием разных факторов. Высушивание, лишение пищи, лишение воды, обморожение, воздействие кипятком, электротоком, вивисекция и другое. Историческая справка. Вивисекция или живосечение – это проведение хирургических операций над живым организмом без анестезии. Нередко жертвы отрядов попадали вместе с членами семьи. Также было много случаев, когда в отряд забирали членов семьи и жертвы, пытавшихся узнать у японских властей судьбу арестованного родственника. Создание. Создан императором Хирохита в 1932 году. Имел в составе 3000 человек и дислоцированный на оккупированной территории Киталии в районе поселка Пинфан в провинции Бензян в 20 км южнее Харбина. Командовал отрядом генерал-лейтенант Сиро Иси с 1932 по июнь 1942 года. С июля 1942 года по февраль 1944 командовал Массади Китано. Согласно данным Национального архива Японии, раскрытым в апреле 2018 года, в экспериментах над людьми также участвовали Ясудзи Канеко, Ясио Синадзука, а также Рэйти Найота, впоследствии учредители фармацевтической корпорации «Зеленый крест». Чтобы подготовить площадку для секретного комплекса, были сожжены 300 китайских крестьянских домов. Отряд располагал собственным авиационным подразделением под кодовым названием «Отряд номер 731». В документах императорской армии фигурировало так называемое «Главное управление по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии». Деятельность По показаниям на суде в Хабаровске, командующая Квантунской армией генерала Атодзе Ямады, «Отряд номер 731» был организован в целях подготовки бактериологической войны, главным образом против Советского Союза, а также против Монгольско-народной республики, Китая и других государств. Судебным следствием было также доказано, что в отряде номер 731 на живых людях, которых японцы между собой называли «бревнами», на подопытных китайцах, русских, монголах, корейцах проводились и другие не менее жесткие и мучительные опыты, не имевшие непосредственного отношения к подготовке бактериологической войны. Некоторые военные врачи отряда получили беспрецедентный опыт, к примеру, вскрытие живого человека. Живое вскрытие состояло в том, что у подопытных постепенно извлекали всежизненно важные органы одним за другим, начиная с брюшины и заканчивая головным мозгом. Еще живые органы, называемые препаратами, уходили на дальнейшее исследование в разные отделы отряда. Изучались пределы выносливости человеческого организма в определенных условиях, например, на больших высотах или при низкой температуре. Для этого людей помещали в барокамеры, фиксируя на кинопленку агонию, обмораживали конечности и наблюдали наступление гангрены. Если заключенный, несмотря на его заражение смертоносными бактериями выздоравливал, то это не спасало его от повторных опытов, которые продолжались до тех пор, пока не наступит смерть. Опытные образцы никогда не покидали лабораторию живыми. Аналогичной деятельностью, примененной к домашним животным и сельскохозяйственным культурам, занимался отряд номер 100. Также на отряд 100 возлагались задачи по производству бактериологического оружия и проведения диверсионных мероприятий. Основная база отряда 100 находилась в 10 километрах южнее Синдзина. Отряд 100 был несколько меньше отряда 731. Штат его сотрудников насчитывал 800 человек. В распоряжении отряда была авиация, ибо к триологическому нападению со стороны японцев было подвергнуто 11 уездных городов Китая, четыре в провинции Джинцянь, по два в провинциях Хэбэй и Хинань, и по одному в провинциях Шэнси, Гунань и Шэнджунь. Деятельность отряда 731 расследовалась в ходе Хабаровского процесса, который завершился осуждением рядом военнопленных и военнослужащих Квантунской армии, причастных к его созданию и работе. Позднее многие сотрудники этого отряда получили ученые степени и общественное признание. Например, в Массаде и Китане многие посещали США, например, глава отряда ИСИ, где передавали знания, приобретенные в отряде. Американские власти не призвали этих преступников к ответу, потому что, как указывают в книге «Маримуры», информация о японских экспериментах в области бактериологического оружия представляла большую ценность для американской программы по его разработке. Многие из врачей впоследствии, после войны, стали успешными, известными врачами в мирной жизни. Некоторые из них основали свои клиники и роддомы. Структура отряда Отряд состоял из трех отделов. Первый отдел — группа Касахары . Группа Танаки . Группа Есимуры . Исследование обморожения, в том числе и маленьких детей . Группа Татакасии . Группа Эдзимы . Группа Ооты . Группа Мината . Группа Утимы . Группа Танабе . Группа Футаки . Группа Кусами . Группа Нагути . Группа Ариты . Второй отдел — группа Ягисявы . Группа Якинари . Группа Бомб с биологическим оружием. Третий отдел — группа Карасавы . Группа Асахины . Исследование сыпного тифа и производство вакцины. Смерти подопытных контролировалось специальной группой. Имелась печь для сжигания трупом. Виварий, в котором содержались кролики, морские свинки, крысы, блохи, а также биофабрика по производству бактерий. Всего за время существования отряда номер 731 число погибших достигает десяти тысяч человек. Возраст в большинстве от двадцати до сорока лет. Продолжение следует... Продолжение следует...